отъезд джастина всем привет дорогие друзья с вами снова я донали и сегодня мы продолжаем с вами прохождение основного сюжета которому мы долго не возвращались и он начинается в хозяйстве серебряной поляны под названием чья это лошадь так что устраивайтесь поудобнее наливайте чаечек и давайте начинать эта лошадь выглядит очень знакомы разве ты не видела ее раньше в другом месте она выглядит очень особенной с блестящим черным ремнем и вытаращенными глазами у меня бегают мурашки по коже просто глядя на нее подожди это странные огни это тоже самое таинственное свечение которые ты видела когда наездник в маске в морланди украл свидетельство томаса о владении конюшни ты должна спросить у кого-нибудь кто владелец этой лошади что каан это лошадь сабины она стоит вон там она новенькая она появилась здесь неделю назад я помню что линда показывала ей все здесь вокруг это было в ее последний день я все думаю что же могло с случиться ее не было дома и она была на ночной прогулке в морланди я даже не знаю спроси у нее самой не странно ли все это скакать по ночам ты хочешь со мной поговорить что ли ну ладно так и быть выкладывай что у тебя ты на что намекаешь что я разъезжаю по морланду глубокой ночью ха и зачем мне это захолустье насмешила а теперь ты хочешь спросить меня скаковой дорожки ты на самом деле не сносная оставь меня в покое если ты такая то можешь идти и ругаться с кем-нибудь другим например с работницами конюшни я уверена что они ждут и не дождутся услышать от тебя все что ты хочешь сказать им скаковой дорожка ты не знаешь о ней она лежит вон там испытай ее если хочешь привет хочешь попробовать скаковую дорожку ну давай я посмотрю меня кстати зовут паулина после выполнения здесь сюжетных заданий по пробежке по дорожкам виноградников они станут тебе доступны в качестве ежедневной бесконечной гонки и 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 Дорожка, не правда ли? Я очень горжусь ею. Я имел в виду, она не моя, но это классно скакать по ней. Я пробовала и другие скаковые дорожки, но их не сравнить с этой. Я не хочу показаться зазнайкой, но я очень благодарна, что она принадлежит мне. Ну, заболталась я. Очень приятно было встретиться. До встречи, Джессика. Это было классно. Я думала о новшей и бывшей беседе и чувствуется, что она началась не так уж хорошо. Я как новенькая чувствую себя не совсем уверенно. Было бы это чересчур, если бы я попросила тебя об одном одолжении. Могли бы мы еще раз попробовать познакомиться поближе друг с другом? Хорошо. Как там тебя звали? Джессика? Привет, Джессика. Меня зовут Сабина. Могли бы мы быть друзьями. Честно? Спасибо. Нам будет очень весело вместе. Я очень рада, что все получилось так хорошо. Так, ну что ты будешь делать сейчас? Ты случайно не знаешь Джастина Морунда? Знаешь? Класс. У меня есть письмо для Джастина от его неизвестного родственника. Он должен получить это. Но так как я не знаю хорошо местность за пределами хозяйств, то боюсь, что я не найду дорогу обратно и заблужусь. Ты найдешь дорогу до Морунда? Или поскакать туда вместе? Нет, не получится. Я не могу там показаться. Из-за моего положения. Я должна держаться в более респектабельных районах. Ты понимаешь, наверное. Пожалуйста, скачи в Морланд и отдай это письмо Джастину. Если бы мы до сих пор жили в Морланде, мы бы могли воспользоваться звонком коневоза, который бы отправил нас обратно домой. Но так как мы оттуда переехали, у нас есть два варианта. Воспользоваться платным коневозом или поехать по прямой дороге вплоть до Морланда. Так как у меня есть возможность платить за коневоз, я воспользуюсь именно им. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло там. Давненько мы не виделись. Письмо мне? От кого это? Приятно слышать, что все хорошо в хозяйстве. Не торопись возвращаться сюда, если они чувствуют, что не могут обойтись без тебя. Я слышал, что после того, как пропала Линда, они нуждаются в помощи еще больше. Да, тогда я открою письмо. Подожди. Это... Что? Я не знаю даже, что и... Знаешь что? Я должен сразу же ехать. Это... Это письмо. Если все, что здесь написано, правда... Я не могу остаться. Ты должна рассказать моему отцу, что я вынуждена была уехать. Это мой дедушка. Похоже, что это очень важно. Расскажи это Томасу сейчас же. Подожди, подожди. Что ты говоришь? Его дедушка? О нет! Это не может быть правдой. Скажи, что это неправда. Джастин ни в коем случае не должен встретить своего... моего. Это нехорошо. Это очень плохо. Мы должны остановить Джастина. Мы не можем терять время. Этого не должно было случиться. Он исчез. Мой сын исчез. Я никогда не прощу себя за это. Ты говоришь, что это письмо тебе дала Сабина? Мне это совсем не нравится. Естественно, я знаю, кто она такая. Всегда знала и всегда думала о ней. Она подлая, коварная змея, которая преследовала мою семью очень долгое время. Что ты сказала? Это интересная мысль. Ты думаешь, что замаскированный всадник, который украл свидетельство о владении, была Сабина? Я не думала об этом. Я всегда думала, что это кто-то из Джет. Это звучит разумно. Она всегда была против моей семьи. Послушай, ты должна поехать в хозяйство и разузнать об этом. Мы нуждаемся в любой информации, которую мы только сможем собрать о ней. Возвращаемся обратно в хозяйство на Каниозе. Сабина? Нет, она уехала недавно. Наконец со снаряжением и всем. Похоже было, что она не собиралась возвращаться обратно. Странно, потому что она только что заранее заплатила месячную плату. Хочешь ли ты узнать побольше о Сабине? Правда говоря, я не сторонник девушек здесь в конюшне. Я знаю, как их зовут, но меня нет интереса закладывать их в памяти. Подожди, ты говоришь, Джастин? Извини? Он поскакал, чтобы строить моего... своего... Это ведь шутка моя, дорогая. Тогда это совсем не смешно. Извини меня, я... я нуждаюсь в горячей бане. Немедленно. Готфрей! 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 Горнеса и тебе велела уходить. С ней что-то странное происходит. Она всегда была немного... чопурной и высокормерной. А теперь стала особенно раздражительной. Ох уж эти проблемы богачей. Что ж, если она не хочет меня видеть, мне же лучше. Но я рада, что ты здесь. Возможно, ты сможешь мне помочь. Я напала на след старого врага, наездницы по имени Сабина. Ходят слухи, что она и ее друзья вернулись на остров. Если это так, то Юрвику может грозить опасность. Мы повысились по уровню. Что? Ты доставила письмо от Сабины Джастину Морланду? Что им может быть нужно от деревенского мальчишки? А ты, Джессика, чем думала, когда ей помогала? Извини, это не твоя вина. Откуда тебе было знать, что от Сабины одни проблемы? Это все из-за меня. Нужно было еще при первой встрече рассказать тебе о силах, угрожающих Юрвику. Я не думала, что события будут развиваться так быстро. Сабина не просто девушка с характером. На самом деле, я не уверена, девушка ли она вообще. Одна из тех, кого мы называем темными всадницами. От них одни неприятности. Огромные неприятности. Жаль, что с нами нет Линды. Она бы что-нибудь придумала. Но она не отвечает на сообщения. Возможно, увлеклась какой-нибудь книгой и забыла про телефон. А это значит, что тебе и мне, Динкану, придется выяснить, что замышляет Сабина. Ты когда-нибудь видела Каана? Коня Сабины. Он очень отличается от других лошадей. Вокруг него можно увидеть слабое свечение. Следы его копыт тоже необычные. Они похожи на ожоги. Если найдем их, найдем и Сабину. Давай разделимся и посмотрим рядом с конюшней. Это точно следы Каана. И кажется, они ведут в конюшню Морленда. Должно быть, это связано с письмом, которое ты доставила. Джастин может быть в опасности. Давай пойдем по следам подков вместе. Это должно быть довольно-таки легко, так как мы знаем, как они выглядят. Ну, давай! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Если хочешь сделать памятные фотографии, делай их до сдачи заданий, потому что после их сдачи может произойти какое-либо действие. Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Вот они. Они уходят за пределы острова. Ой, нет. Это не должно было случиться. Это катастрофа. Что? Нет, это только Сабина возьмет Джастина до этих контейнеров. Я сожалею, но я не могу рассказать что-либо сейчас. Ты должна это рассказать Томасу, так как он отец Джастина, несмотря ни на что. Увидимся в хозяйстве, хорошо? Отправляемся к Томасу в Морленд рассказать, что произошло. Что случилось, Джессика? Что-то не вяжется в этой истории. Джастин сказал, что собирается навести дедушку, но его единственный дедушка это старый Джаспер. Маркус Морленд, человек, который установил меня и растил как сына, давно покинул этот мир. Он похоронен в аббатстве Дуэл. Если только... Джастин не мог узнать о моих родных родителях? Морленды сказали мне, что никаких сведений о моих родных родителях не осталось. Но мне это было и не нужно, ведь у меня была любящая семья. Я никогда не пытался выяснить, кто они. Я думал, что Джастину это не важно. Если Джастин что-то выяснил, то ему следовало поговорить со мной, прежде чем уезжать вот так. Девочка, с которой ты приехала, Алекс, я знаю ее. Она помогает людям. Держись с ней рядом, Джессика. И если она сможет пролить свет на то, куда убежал Джастин, то помоги вернуть его домой. Я видел, как Алекс поехала по направлению к усадьбе Серебряной поляны. Если ты поторопишься, то сможешь ее догнать. Субтитры сделал DimaTorzok Бедный Томас. Если бы он знал правду о том, с кем уплыть Джастин, он бы с ума сошел. Нужно вернуть Джастина в целости и сохранности. На что рассчитывают Сабина и ее люди, пытаясь втянуть в свои дела Морландов? Они, наверное, самые большие любители лошадей на всем Юрвике. Томаса Морланда усыновили? И он понятия не имеет, кто его настоящие родители? Возможно, это имеет отношение к расследованию Линды. Кстати, где она? Мы давным-давно должны были встретиться, а она даже не отвечает на сообщения. Исчезновение Линды не должно помешать нам выяснить, почему Джастин уплыл с темной всадницей. У меня есть одна догадка. Совершенно безумная, но... Вдруг Баронесса? Родная мать Томаса! Семья Морландов явно связана с усадьбой Серебряной Поляны. Сабина узнала об этом и с помощью этой информации нашла подход к Джастину. Но кто же тогда этот таинственный дедушка, с которым должен встретиться Джастин? Может, это настоящий отец Томаса? В Доме Совета в деревне Серебряной Поляны должны быть какие-то сведения. Свидетельства о браке Баронессы или что-то в этом роде. Итак, план готов. Можешь съездить в деревню Серебряной Поляны и попросить у советника за разрешение посмотреть записи о браках? Посмотри, что там есть о бывших мужьях Баронессы. А мы с Тинканом подождем здесь. Может быть, Линда наконец объявится? Джессика, у нас все получится. Можешь съездить в деревне Серебряной Поляны. Джессика, ищешь свидетельства о браке? Семейство Сильвер Глейд? Это будет сложно. Видишь ли, некоторое время назад в архиве возник необычный пожар, который уничтожил все записи о семье Сильвер Глейд. Это очень странно. Просто невероятно. Подожди, Джессика, возможно, не все потеряно. Мой предшественник хранил копии всех документов в своем летнем домике. Сейчас он стоит заброшенным уже несколько десятилетий. Наверняка дети разрисовали его граффити. Не факт, конечно, но дом, скорее всего, в плохом состоянии. Попробуй поискать там, вдруг тебе повезет. Дом находится на окраине леса Холов. К северо-востоку отсюда. Шансов немного, но может тебе удастся найти нужные документы, если их не уничтожила непогода или хулиганы. Удачи! К северо-востоку отсюда. К северо-востоку отсюда. К северо-востоку отсюда. Дневник находится за печкой. Нашла! Страница покрыта плесенью и переплет разваливается, но это точно нужный мне журнал. Здесь сказано, что в 18 лет баронесса вышла замуж за мистера Джона Сэндмана из Фергроува. Вскоре после этого брак был расторгнут. Нужно отнести журнал к усадьбе и показать его Алекс. Вы уехали в далекое место, где нету коневоза, но куда-то нужно доехать. Просто воспользуйтесь, позвоните для вызова, и оттуда уже, от своей родной конюшни, используйте коневоз. О, это на самом деле старая книга. Страницы почти все повыпадали. Джон Садман, говоришь ты? Я думаю, кто же это может быть? На этом сюжетное задание закончилось. Нужно дождаться следующего дня и продолжить его выполнение. Надеюсь, это видео вам понравилось, и оно вам прилило свет на некоторые исторические факты о семье Морландов и также истории баронессы. Также это видео могло помочь старичкам ССО вспомнить, как кого же вообще было все это проходить, и кто кому является родственником, отцом, матерью и дедушкой, и бабушкой. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем прохождении.